Русский друг Маккейна, политика. Рисунок к статье. 27 февраля 2015 года 13.10, Светлана Гамзикова, текст-фото-видео. Русский друг Маккейна, депутат Госдумы Пономарев пообещал России большие неприятности. Точечные санкции Запада против РФ неэффективны. Чтобы вынудить российскую власть пойти на уступки, США и ЕС следовало бы ввести санкции по отношению ко всем государственным служащим России. Соответствующие предложения исходят, к слову, не от какого-то иностранного политика русофоба, вроде заклятого друга Джона Маккейна, например. Его автор, депутат Госдумы от Справедливой России, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Илья Пономарев. Политик, как сообщает и Аполит-навигатор, на днях побывал в Киеве и наговорил там много чего интересного. Призыв к Западу ввести санкции против всех российских чиновников – это лишь малая часть его депутатских фантазий. Пономарев пообещал устроить в России, ни много ни мало, вооруженный переворот. Пока, мол, народ одурманен пропагандой и не понимает, что мы – плохие. Но надо сделать так, чтобы понял. И тогда люди возьмутся за оружие и начнут бунтовать. Естественно, против этой власти. Сейчас большинство в России к этому не готово, признает политик. Но ситуация движется в этом направлении. Понятно, конечно, что у нас демократия и свобода слова. Однако призывы господина Пономарева – это уже нечто другое. В них не просто частное лицо фантанирует антироссийскими идеями, ввергнуть страну в хаос предлагает российский законодатель. Пусть и проживающий последние несколько месяцев в США, но зарплату получающий от государства, которое он хочет развалить. Как относиться к подобной депутатской деятельности? Повод для размышления явно есть. У меня сложилось впечатление, что Пономарев выполняет какую-то функцию, возложенную на него извне, считает президент Центра социальных и политических исследований Аспект, член Общественной палаты Георгий Федоров. Мысли, которые он озвучивает, фактически совпадают с официальной линией Киева и Вашингтона, будто эти вещи он согласовал заранее. И площадка, кстати сказать, тоже выбрана не случайно, подобные речи на Украине сейчас приветствуются. Но честно сказать, это позор, что депутат от уважаемой партии выступает с антигосударственными заявлениями. Больше сказать, с призывами к газперевороту. Тем более в такой момент, когда происходит очень жесткое противостояние на международной арене. СП, и что возможно предпринять в этом случае? Тут надо ставить вопрос о лишении депутатской неприкосновенности. А для начала провести проверку всех этих заявлений на предмет наличия в них признаков преступления. Потому что призывы к свержению конституционного строя, насколько мне известно, подпадают под уголовное право. Я думаю, Пономарев прекрасно понимает, что это его последний депутатский срок. Что он уже никогда не будет избран и на территории России у него нет никакого политического будущего. Не исключаю даже, что он решил эмигрировать и просто отрабатывает свою будущую американскую грин-карту. Похожего мнения относительно мотивов показательного выступления Пономарева в Киеве придерживается эксперт Фонда развития гражданского общества Станислав Апетян. В Киеве, в Киеве, совершенно очевидно, что подзабытый политик Пономарев просто пытается напомнить всем о своем существовании. Вот и все. А, возможно, еще и отрабатывает задание, которое получил, собственно, в США. Не секрет, он уже давно там скрывается от уплаты денег, которые должен Фонду Сколкова по решению суда за непрочитанный курс лекций. Это 2,7 миллиона рублей. В России депутат не появляется где-то с лета, но зарплату исправно получает. Насколько мне известно, она как раз идет на покрытие его долга Сколкову. Что же до нового места работы Пономарева, то оно, похоже, находится где-то в западных спецслужбах. СП, поездка в Киев, получается, не его инициатива. Скорее всего, ему дали задание туда ехать и делать всякие заявления. Но разве кто-то еще может удивляться каким-то заявлением Пономарева? Он уже столько всего наговорил. Последние формулировки – очередной какой-то бред. Понятно, что Пономарев ни на что не влияет. Его презирают абсолютно все, включая даже несистемных оппозиционеров. Это просто пустое место с депутатской корочкой, которую почему-то дума у него до сих пор не отобрала. СП, так почему эта корочка и депутатская зарплата все еще при нем? Это вопрос, прежде всего, к господину Миронову, который, собственно, этот депутатский мандат ему и дал в свое время. Во-вторых, к нашим депутатам. Которые вместо того, чтобы придумывать зачастую абсурдные законы, могли бы, наконец, заняться чисткой своих рядов, что пошло бы Госдуме явно на пользу. Заместитель председателя Комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Обухов подтвердил, что лишить Пономарева мандата за прогулы невозможно. Депутатская деятельность – это не только голосование и присутствие в Государственной Думе. Это еще работа с избирателями, представительские функции, решение вопросов на уровне своего комитета. Из-за чего, собственно, и создана целая комиссия в Госдуме. Чтобы определить, что делать с этими двумя экзотическими личностями – депутатом Митрофановым и депутатом Пономаревым. Потому что свое отсутствие на пленарных заседаниях оба объясняют тем, что они ведут другие виды депутатской деятельности. СП – одно дело злостное непосещение пленарок. Совсем другое, когда депутат ретранслирует идеи Госдепа. Илья Пономарев избран по партийному списку «Справедливая Россия». Значит, эта политическая партия должна заявить, прежде всего, соответствует ли это ее программным целям и тому мандату, который она получила от избирателей. Я думаю, что толкать политику Госдепа никто из политических партий не обещал своим избирателям на выборах 2011 года. Еще хочу напомнить, Госдума не так давно приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. Поэтому в данном случае должны заработать механизмы правоохранительных органов. То есть, Следственный комитет проводит проверку, и при наличии признаков соответствующего преступления направляет представление в Генпрокуратуру и к нам, в Госдуму, на лишение депутатской неприкосновенности. Таков на сегодня правовой механизм. Однопартиец Пономарева, первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Туманов не смог пояснить, почему этот правовой алгоритм в данном случае не работает, я на месте или просто на работу для начала бы вышел, он год не был. Вообще, его уже давно никто здесь всерьез не воспринимает. Может, поэтому и действует, как провокатор. СП, но действует от вашей партии, если верить официальному сайту Госдумы. Из партии он исключен. Исключен еще в самом начале своего депутатства. И в работе фракции участвовал, наверное, только первые три месяца. Де-факто Пономарев исключен отовсюду, не поддерживает отношения ни с депутатами, ни с комитетом. Его связывает с Думой только зарплата. Из досье СП депутат Госдумы Илья Пономарев находится в США с осенью 2014 года, напоминает русская служба новостей. Он не присутствовал на открытии осенней сессии Нижней палаты парламента в 2014 году и последующих заседаниях. 5 сентября 2014 года приставы начали арест имущества Пономарева за долги. Фонд Сколково летом 2013 года взыскал с него 2,7 миллиона рублей, которые тот получил за чтение курса лекций. Согласно доводам фонда, Пономарев из десяти лекций качественно провел лишь одну. Снимок в открытии статьи Илья Пономарев, фото, Михаил Джапаридзе с Лештас.